Социальный проект Бомбарби и эвакуация Детей общих Сегодня говорим о разлуке О том, кто как с этим справляется О том, на кого, какое влияние Эта разлука оказывает И что такое разлука для каждого Из тех, кто подключается сегодня в эфир В киевской студии Татьяна Марштупа Андрей Левкин И с нами на связи сейчас Еще один психолог Кандидат медицинских наук Наталья Бугаева Наталья, здравствуйте, рады вас видеть Витаемо Очень хорошо, что вы к нам подключились Тем более, что Ваша специализация, ваши консультации Нам уже, по-моему, вот прям Совсем необходимы Довольно много сегодня вели бесед С участниками проекта, с новыми героями Которые включались к нам в эфир, рассказывали свои истории Пытались совместить Разговоры Мужа, жены, дочери Которых разбросало по разным странам Муж наскоро здесь В Украине И не может естественным образом оставить свою работу Никак Просто потому, что не может Не требует дополнительных объяснений Жена в Британии И тому подобное Вот Столкнулись ровно с тем О чем вы наверняка знаете гораздо лучше нас С проблемами общения Потому что общение в разлуке Свелось к такому интересному моменту Это общение Исключительно телефонная связь Ну или видеосвязь У многих и в мирной жизни Все общение к этому сводилось Но не у всех А теперь возникает недопонимание Между... Я сейчас больше про мужчин и женщин Про жен и мужей Мы стали скупо отвечать И говорить, что все хорошо Женщины иногда срываются на плач Хотя совершенно не хотят нас расстраивать Можем рассмотреть Что происходит И что с этим можно сделать Конечно же С началом войны Украинское общество Столкнулось с рядом проблем И основное Что является достаточно сложным И тяжелым Это разлука Это потери Это траты Причем человек теряет Не только Тех, с кем он общается Теряет общение Но человек теряет Свой дом Своё окружение Друзей Работу Некоторые не могут забрать С собой животных Всё это создаёт Некий фон Для того, чтобы на этом фоне Стресс проходил Ещё более тяжело Более углублённо И мы понимаем Что мужчины И женщины Конечно же Реагируют На многое по-разному Несколько по-другому Работает психика Поэтому В сложных ситуациях Например При расставании Женщины Эмоционально Тот стресс Который у них накапливается Они проявляют В виде эмоций И разговаривают Близкими людьми Они переживают И демонстрируют Это А вот Другая сторона Мужчины Наоборот Экономят силы Потому что Они защищают Родину Потому что Они в основном Остались в Украине И Либо работают На каких-то Производствах На работе И это является Очень важным Для поддержания Жизнедеятельности Страны Либо они в теробороне Либо по каким-то Другим причинам Остались Вот как раз таки В месте Где постоянно Бомбят Где постоянно Есть угроза жизни Экономится ресурс И Мужчины Становятся Менее эмоциональными Они Отвечают Обсложно На какие-то Вопросы И не хотят Развернуто Рассказывать Как у них Ситуация Ну а что Иногда они могут Рассказывать И мужчины Не очень любят Жаловаться Именно поэтому Среди мужчин Количество инфарктов Инсультов Гораздо больше Чем среди женщин Женщины могут Поплакать Женщины могут Как-то разрядиться Мужчинам Гораздо сложнее И вот здесь Возникает Недопонимание Потому что Женщины Начинают считать Что к ним Не так относятся Их меньше любят А у мужчин Фактически Появляется Отчаяние Если там Так плохо Если все Так плохо Где брать Силы И ресурсы Для того Чтобы защищать То что дорого Это является Очень серьезным И важным моментом И я бы сказала Что проблема Не в том Что женщины Или мужчины По своему Плохи Все прекрасны Проблема в том Что нет Так называемого Драйвера Чтобы люди Могли понять Друг друга Чтобы они понимали Что если кто-то Молчит То молчит Не потому что Не любит А потому что Просто в данный момент Нет ресурса Потому что Человек Выложился Женщина иногда Плачет И жалуется Не потому что Она требует Ответной реакции От мужчины Чтобы он Кроме всего Что делает Сделал еще что-то И ведь нередко Мужины Нет такой возможности А просто Женщина иногда Хочет Чтобы ее пожалели Ну вот так Пожалели Сказали ластовое слово И этого уже достаточно Ну вот Понимаете Наталья Когда вы это говорите Умом Это все очень легко понять Ну во всяком случае Я сужу по себе Извините Мне кажется Что это все легко понять И мне кажется Что это достаточно очевидно Но тем не менее Раз за разом Мы видим Ну вот эти ненужные конфликты Между нами Между близкими На ровном месте Ровно по тому О чем мы сейчас говорим Вот ты недостаточно тепло Со мной поговорил Вот А ты позвонила И жалуешься мне Ну что же я могу сделать Ну милая Ну ты там Я здесь У меня тут тоже В общем есть что делать Что же мне Как же мне тебе там помочь И отсюда вот Как этих ссор Разбежать Это же ссоры В конечном итоге Дело в том Что здесь Достаточно сложный момент Потому что Как обычно Люди Если это Не профессиональные Военные Обычно Население Не очень готово К войне Это является стресс И На основании Научных исследований Было Доказано Что наибольший Стресс Вызывает То горе Которое Причиняют Человеку Другие люди В частности Когда Идет война Когда Утрачивается Контроль Когда человек Понимает Что он Не может Каким-то образом Упорядочить Свою жизнь Он не может Контролировать Ситуацию Он не может На него Подправлять Те новости Которые Слушают Люди Те зверства Которые Видят Они Собственно Говоря Непроизвольно Переносятся Человеком На собственную Жизнь И Ситуация Неизвестности Дает Повод Для того Что Мост Так уж Он устроен Рисует Наихудшие Варианты А Мост Машина Виртуальная И он Проживает То Что он Себе Рисует Так Как Если бы Это Было Реально Таким образом Объективного Стресса Который Возникает Из-за Войны Из-за Того Что Жизнь Угрожает Опасность Из-за Страха За близких За свою Жизнь Из-за Разлуку Накапливается Еще И этот Стресс Который Фактически Создается Внутри Собственного Сознания Необходимо Чтобы Вот Это Накопленное Недовольство Этот Стресс Каким-то Образом Выходил И мы Еще Знаем Что Сейчас Есть Такой Феномен У мирного Населения Накапливается Стресс Накапливается Ненависть К агрессорам Которые Уничтожают Украинские Города И села Создает Зверство И убийство Людей И мы Понимаем Что Из-за Того Что Не все Могут Защищать Родину С оружием В руках Вот Эта Накопленная Агрессия Она Не может Найти Прямого Выхода Как говорится По назначению И порой Направляется Либо Внутрь Своей Семьи Либо Внутрь Общества И может Проявляться В различных Формах Например Те Кто Не эвакуировались Остались В Украине Начинают Обвинять Тех Кто Вынужден Бежать За границу Говорят Что Они Пишут В социальных Сетях Или В приличном Общении Такое Высказывают Что Эти люди Трусы Они Не патриоты Они Поехали За красивой Жизнью А Те Кто Эвакуировались Обвиняют Оставшихся В том Что У них Не хватает Решимости Бросить Все Ради Спасения О безопасности Детей Близких И так далее Но Мы должны Понять Что Все Это Рассматривается Очень Односложно А Восприятие Во время Войны Дихотомично То есть Оно Делится Очень Резко На черное И белое И мы Должны Прежде всего Понимать Что Те Кто Остаются Остаются Совершенно По разным Причинам Так же Как и Те Которые Уезжают Они Тоже Имеют Свою Причину Я С оружием В руках Одни Защищают Одни С оружием В руках Защищают Родину Как я Уже Горела Другие Выполняют Работу Без Которых Службы В стране Не Могут Нормально Функционировать Третье Занимается Волонтерством Есть Люди Которые Не Могут Эвакуироваться В силу Каких Определенных Обстоятельств Например Они Может Эвакуировались Но Они Имеют Больных Нет Транспортабельных Родственников Например Не Хотят Разлучаться С близкими Которые В силу Каких Обстоятельств Работали Или Чего-то Другого Не Могут Уехать Не Хотят Некоторые Оставлять Хозяйство Бросать Жилье Без Присмотра Вот Так Готовы Рисковать Жизнь Пятые Просто Не Хотят Уезжать Есть Какие-то Очень Индивидуальные Причины И Вот Например Сейчас Является Очень Большая Проблема С которой Столкнулось Общество Это Отказ Эвакуации Пожилых Родителей Они Категорически Не хотят Кидать Свой дом И Это Просто Раздирает Семьи Добавляя Повышая Градус Стресса Дело В том Что Многие Не Понимают Почему Так Происходит Но На самом деле С возрастом Психика Человека Становится Менее Гибкой И Для Пожилого Человека Госит Свой дом Или Квартиру И Уехать На Какое-то Неопределенное Время Неизвестного Направления Бывает Фактически Нереально Пожилые Люди В отличие От Молодых Они Сложнее Привыкают К новым Они Тяжелее Адаптируются К новым Условиям Жизни И Интересно Что Даже В местах Ведения Активных Боевых Действий Нахождение В которых Является Крайне Опасным Для Жизни Пожилые Люди Могут Категорически Отказываться От Эвакуации Фактически Предпочитая Умереть Чем Лишиться Своего Дома И Привычной Обстановки И Как я уже Говорю Очень часто Семьи Просто Остаются Рядом С такими Пожилыми Родителями Вместе С Маленькими Детьми И Потом Мы сталкиваемся С тем Что Когда люди Уже Готовы Эвакуироваться Они Хотят Эвакуироваться Но Они Уже Не могут Этого Сделать И Очень важный Момент Бывает К сожалению Что Война Является Не только Причиной Разлуки Но и Причиной Полного Разрыва Отношений С этим Тоже К сожалению Психологам Приходится Сталкиваться Потому что У людей Как бы Нет ресурса Для Поддержания Вот того Взаимодействия Которое Было Нет сил На эмпатию И Молчание Или Раздражительность Которые Возникают Из-за того Человек Находится В стрессе Воспринимается Партнером Как отсутствие Любви И Это Еще Является Дополнительной Травмой Когда Происходит Разрыв С партнером Когда Человек Теряет Все Фактически Его Жизнь Обнуляется И Человек Должен Уехать Не только За пределы Того места Где он Жил Но и За пределы Родины И Я бы Наверное Сказала Что Те Кто Вынуждены Эвакуироваться Их проблему Можно Ахарактеризовать Несколькими Такими Ключевыми Словами Это Разлука С теми И с тем Что было Более всего Ценно Для человека А также Это Полная Неизвестность Это Неопределенность Беспомощность Страх Это Синдром Выживщенного И Сокряженное С этим Чувство Вины И Мы Должны Признать Что Во время Войны У людей Идет Полная Переоценка Ценностей Многие Проблемы Из прошлого Становятся Как бы Несущественными Неважными И на первый План Выходит То Что является Истинно Ценным Для человека И вот Интересно Что Для кого-то Это Человеческие Взаимоотношения А для кого-то Это просто Материальные Ценности И Выясняется Что люди Порой Прожили Друг с другом Не один Десяток лет И оказывается Что они При этом Имели Совершенно Причиной Разлук И причиной Того Что люди Которые Вынуждены Были уехать Они утратили Не только Место Здесь жили Не только Свою Недвижимость Имущество Они потеряли Социальный Статус Люди Имели Какое-то Положение У них Было Будущее На которое Они работали Десятки лет И вот Люди Оказались В другой Стране Где они Не знают Язык Где Фактически Все Сведено До того Что они Вот Ну Представляют Некую Группу Людей И Их Базовые Потребности Сведены Фактически До нуля И когда Люди Удовлетворяют Эти базовые Потребности А что это Такое Они голодают Они не могут Нормально Попить Поесть Те кто Уезжали В эвакуационных Поездах Они знают Что Даже Поездка Это Очень тяжелая Физическая И психологическая Тяжелый Физический Психологический Процесс Люди Едут С детьми Иногда Что-то еще Но бросают На вокзале Сумки Чемоданы Бросают Даже Детские Коляски Потому что Переоценка Ценностей Происходит И там И очень важно Понимать Что Никто Не виноват И Никто Не виноват В том Что началась Война Никто Не виноват В том Что Он Уехал И Такие люди Не должны Оправдываться Равно Как и не должны Оправдываться Те кто Остались Взрослые Люди Сами Принимают Решения Они И имеют На это Право И как Не больно Это будет Слышать Тем Чьи близкие Решили остаться А часть Семьи Решила Уехать К сожалению Нужно признать Что нужно Принимать Их решение Это их решение Остаться Такое же Как решение Других Например Уехать В эвакуацию Большое спасибо Наталья В целом Ну Я со своих Всегдашних Выводов После Консультации И Теоретических Обзоров И практических Обзоров В каких-то вопросах С психологами Все время Остаюсь На своей позиции Думать Это не больно Принимать Людей Такими Какие Они есть Нужно И Хотя бы Пытаться Понять Их позиции Какими бы Они ни были А уж тем более Позиции своих близких Это необходимость И отсюда Мы Знаешь Кольцевая Драматургия Возвращаемся К первому тезису Думать Это не больно Мыслительные процессы Включать в себе Это важно А по поводу того Что я не ожидал Что картинка Какая-то нарисуется Позитивная Из нашего Сегодняшнего разговора Ну тогда Я не ожидал Не знаю Если кто-то Ждал Что сейчас Как-то все Забрежет Красками радуги И полетят бабочки Пока нет Пока пожалуй нет Я бы хотела Еще кое-что добавить Наверное Чтобы не складывалось Такого мрачного впечатления Во-первых Необходимо Сказать большое спасибо Тем странам Которые принимают Беженцев Судя по отзывам Людей Страны Которые Предоставляют Беженцам Временную защиту Они искренне Сопереживают Они Сочувствуют В связи с трагедией Которая постигла Украинский народ И создают Максимально Те условия Которые могут Для того Чтобы люди Временно Утратившие Свою родину Чувствовали себя В безопасности В комфорте И вот какой момент Как эксперт По психологической Кибербезопасности Я бы хотела Озвучить Очень важный вопрос В социальных сетях Идут активные Часто эмоционально Нездержанные Обсуждения Вопросов Правильности Или неправильности Решения Об эвакуации И эти обсуждения По сути Не несут Никакой пользы Кроме Как раскалывают Общество На правых И неправых Таким образом Внося Психологическую Дестабилизацию В украинский Социум И это Очень На агрессору А поскольку Информация Является Мощным Психологическим Оружием Мне хочется Посоветовать Не использовать Его против Своих же Граждан Я рекомендую Направить Накопившуюся Ненависть Агрессию К врагу На информационную Борьбу С Россией Или же На помощь Тем людям Которые Находятся Рядом И очень В этом Нуждаются И Не взаимные Обвинения А как раз Таки Понимание Взаимная Поддержка Является Тем важным Элементом Который Не только Сильнее Сплотит Наше общество Но и Неизбежно Приблизит Нашу победу В какой мы Ни в коей мере Не можем Сомневаться Победа Будет за нами Кандидат Наук Медицинский Психолог Эксперт Психологической Кибербезопасности Наталья Бугаева Сегодня с нами На включении Наталья Я очень Надеюсь что мы Я сегодня Обратил внимание На это Вопрос Переоценки Ценностей Мы в следующий раз Когда нам Удастся с вами Включиться В нашем прямом эфире Я бы очень хотел Вот этой темы Коснуться более подробно Надеюсь что вы Не будете возражать Система переоценки Ценностей Во время войны Спасибо вам большое И до встречи Мы будем продолжать А закончить Что-то мне вот В голову пришло Прям на И то что Вчера Накануне Вот только что Было поистине Важным Сегодня уже Ничто Будем ехать дальше И будем находить Новые смыслы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok